Здравствуйте! Сегодня расскажу несколько рецептов подкормок, которыми необходимо подкормить огурчики летом. Они помогут увеличить урожай огурцов, продлят плодоношение и защитят огурчики от пожелтения. Подкормки натуральные делаю своими руками и они гораздо более эффективнее, чем покупные средства. Огурцы от них быстро созревают, растут очень крепкие, вкусные и хрустящие. Также подкормки помогают защитить огурцы от пожелтения, от фитофторы, мучнистой росы и гнилий. Благодаря им огурцы плодоносят до самых холодов. Также этими подкормками можно подкармливать не только огурчики, но и томаты, перчик, баклажаны и кабачки. Они подходят и для открытого грунта и для теплицы. Эти подкормки всегда использую у себя на участке. Рекомендую их чередовать друг с другом. Вы будете удивлены, насколько сильно они могут увеличить урожай. Все буквально растет как на дрожжах. Огурчики созревают очень быстро, при этом они не будут горчить и будут расти без пустот, ровные и крепкие, а самое главное не желтеют. Подкормки натуральные, их легко приготовить своими руками. При этом у них очень эффективные составы, которые работают именно для увеличения и продления плодоношения. Благодаря богатому составу огурцы начинают от этих подкормок активно плодоносить. И неудивительно, ведь там содержатся все необходимые для огурчиков микро и макроэлементы и витамины. Благодаря этому у огурчиков повышается иммунитет, они не реагируют на стресс, на какие-то неблагоприятные погодные условия. Очень часто из-за нехватки этих необходимых микро и макроэлементов. Огурцы приносят очень скудный урожай, плоды такие скрученные, с горечью и пустотами. Огурцы начинают желтеть, опадают завязи, огурцы останавливаются в росте и достаточно сложно получить от них большой и вкусный урожай. Чтобы этого не случилось, я рекомендую внести хотя бы одну из этих подкормок. Но если вы хотите получить действительно большой урожай, то тогда необходимо их чередовать. Например, сначала одну, а через 2-3 недели вторую. Вы поразитесь эффективностью этих подкормок. Урожай будет большой и вкусный. И для приготовления первой подкормки в большом ведре на 10 литров воду я всегда заранее отстаиваю, чтобы не поливать огурцы холодной водой, потому что от такой воды они начинают стрессовать, завязи сбрасывают, огурцы могут пожелтеть. Поэтому заранее отстаиваю воду, чтобы она была не ниже температуры окружающей среды. И в этой воде уже размешиваю 1 стакан молока или кефира. Хорошенечко размешиваю и добавляю 3 капельки йода, а также выдавливаю 1 зубчик чеснока. Эта подкормка работает сразу же в нескольких направлениях. Во-первых, она помогает огурцам получить все необходимые микро-макроэлементы, витамины и минералы. От нее огурцы начинают активно плодоносить, хорошо нарастают и плодоносит именно волнами. То есть мы собираем первый урожай, а через несколько дней уже можно собирать новую партию огурчиков. У нас всегда огурцы активно начинают плодоносить после этой подкормки, активно идут в рост, появляется много завязей, потому что содержится много магния, калия, фосфора. Это помогает появляться новым цветочкам, а плоды начинают быстрее созревать. И самое главное, эта подкормка содержит такие вещества, которые помогают защитить огурчики от пожелтения и от грибков. То есть не будет ни фитофторы, ни мучнистой росы, ни каких-то гнилий. Огурцы будут стоять крепкие, зеленые, можно будет их собирать даже осенью. Итак, для приготовления второй подкормки, которую огурцы просто обожают, я сразу же скажу, что эту подкормку можно вносить также под томаты, под перец, под баклажаны, кабачки, под клубнику, да в принципе, да все, что есть на участке. Потому что всем растениям эта подкормка придется по вкусу. Она содержит очень много полезных веществ и будет эффективна под любые растения, которые у вас есть на огороде. Поэтому можно подкармливать абсолютно все. Но огурцы очень любят эту подкормку и хорошенечко начинают от нее плодоносить. И самое главное, подкормка также защищает их от пожелтения и помогает защитить от различных грибков. Потому что также содержит всякие фитонциды, которые также активно работают против микроорганизмов, которые не очень хорошо для наших огурчиков. Вот также подкормка это помогает улучшить состав почвы, потому что там же с болезнетворными микроорганизмами также борется. Поэтому для улучшения состава почвы, для защиты огурчиков и для увеличения плодоношения я делаю такую подкормку. Беру луковую шелуху с одной-двух луковиц и заливаю литром кипятка. Настаиваю один день, желательно в темном месте. После чего этот настой, после того как он хорошенечко настоялся, я выливаю его в ведро воды на 10 литров. Хорошо размешиваю и вношу под огурцы по литру. Также обязательно по листочку обрабатываю, чтобы защищать огурчики от фитофторы и чтобы они долго оставались зелененькими. Также у меня есть рецепт еще одной подкормки, которую обязательно вношу, потому что благодаря ей мы каждый год собираем очень много урожая. Приходится ездить на рынок его продавать, потому что мы и соседям раздаем и родственникам, а огурчиков все равно очень много. Так что даже если у вас буквально два-три кустика огурцов, вы можете получить достаточно большой урожай даже от них. Все благодаря этой подкормке. Ее также можно вносить и под другие культуры, и под картошку, и под клубнику. И вы заметите, какой хороший урожай вы получите. Например, мы подкармливаем картошку и она у нас выросла очень большая и клубника была большая. Но все-таки эту подкормку больше всего любят огурчики. Они от нее нарастают очень хрустящие, крепкие, зеленые. Такие вкусные, сладкие и на баночку, и для салатика сгодятся, независимо от сорта. И независимо от того, растут они в открытом грунте или в теплице. У нас теплиц нету, потому что это очень дорого, поэтому мы выращиваем в открытом грунте. И у нас всегда в открытом грунте огурцы очень долго плодоносят до самых холодов, несмотря даже на ночные заморозки. Нарастают активно, приходится собирать прямо ведрами. Итак, для приготовления третьей подкормки, самой важной, потому что она именно помогает продлить плодоношение и защитить огурчики, я беру на ведро воды 10 литров, 1 чайную ложечку дрожжей, 1 чайную ложечку сахара, щепотку соли и 3 капли йода. Хорошенько размешиваю, поливаю палитру на кустик, также дополнительно по листочку можно обработать, чтобы листья не желтели, чтобы огурчики защитить. Именно эти подкормки всегда помогают нам быть с большим и вкусным урожаем. Я надеюсь, что эти рецепты подкормок помогут и вам вырастить хорошенькие, вкусные, хрустящие огурчики. Субтитры создавал DimaTorzok